Событием недели стал бюджет региона, который депутаты приняли во втором чтении. Приняли, хоть и не единогласно. Бюджет напряженный, такое определение главный финансовый документ региона, получает не впервые. Но сейчас уже точно ясно, госдолг в ближайшие годы сокращаться не будет. Репортаж Вадима Куликова. Мы своим голосованием хотим высказать общую свою позицию партии. И мы используем сессию, и ничего там зазорного нет. Не надо тыкать вот этим вот, что здесь политическая платформа. Либерал-демократы сразу предупредили, голосовать будут против. И не потому, что бюджет их не устраивает. Так красноярские депутаты решили поддержать политику своих федеральных коллег, которые проголосовали против бюджета России. Но им тактично намекнули, спекулировать на главном финансовом документе региона не стоит. Давайте мы таким образом покажем федеральному центру, что так жить нельзя. Ну, друзья, это как раз аргументы с той категорией, когда нас зло маме, мы отморозим пальчик. Перед вторым чтением сторонники поддержки сельского хозяйства внесли две поправки на общую сумму 700 миллионов. Но их не приняли. Мы совершили преступление перед сельскими жителями в очередной раз. Мы в прошлом году задержали 300 миллионов рублей по софинансированию на приобретение техники сельскохозяйственной. Этот житель сельский, он и так не верит ни во что, ни во власть, ни в черта, ни в дьявола. Во втором чтении прошли только 22 поправки. В бюджете нашлись 230 миллионов. 50 из них предусмотрены на приобретение жилья для детей-сирот, 86 на программу повышения безопасности дорожного движения, еще 16 миллионов пойдут на реконструкцию учебного корпуса Девногорского училища Олимпийского резерва, 10 на празднование 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, подготовка к этому событию начнется в будущем году. И 9 миллионов выделены театру Пушкина для проведения гастролей. По идее, он не хуже, чем все предыдущие бюджеты с точки зрения направлений финансирования. Более того, если я не ошибаюсь, порядка 16 миллиардов рублей предусматривает увеличение на социальные расходы, за которые мы все ратуем. Основные параметры бюджета. Более 148 миллиардов доходы. Расходы 171. Около 23 миллиардов, дефицит госдолг почти 89 миллиардов. Если сравнить с бюджетом текущего года, то в 13-м расходы выросли до 181 миллиарда, а доходы составили лишь 136. Я могу сказать честно, без особого удовольствия, но я буду голосовать за бюджет. Я призываю это сделать и всех. Если бы мы могли сказать, что у нас есть еще где-то заначка, там, миллиардов 10, с удовольствием, думаю, все бы поучаствовали в распределении. Бюджет приняли за 36, против 13 и один депутат воздержался. Самая большая статья расходов – образование – 39 миллиардов рублей. Социальная политика чуть меньше – 34 миллиарда. Здравоохранение – 30. Межбюджетный трансфер из ЖКХ, дорожное хозяйство и транспорт занимает в бюджете почти 24%. Сельское хозяйство получило более 5 миллиардов рублей, а это всего 3%. И 22 миллиарда поделили между собой культура и СМИ, спорт и туризм, общегосударственные и прочие расходы. При этом по формированию принятый бюджет принципиально отличается от бюджета текущего года. Теперь главный финансовый документ края состоит из 20 государственных программ. Мы любую программу сегодня можем открыть, посмотреть цели, задачи, результаты, индикаторы, показатели. Другими словами, все средства, которые так или иначе будут направляться в рамках государственных программ, в конечном итоге перейдут к измеримому результату и показателю. Это очень важно. Грамотное распределение средств и вложений должны привести к увеличению доходов. Пока же в планах пополнить казну за счет налогов на прибыль предприятий – 50 миллиардов рублей. 35 от налога на прибыль физических лиц, плюс аналоги на имущество, добычу ископаемых, акцизы и прочие источники. Конечно, эти 150 миллиардов не идут ни в какое сравнение с тем, сколько край заработал в этом году – 550 миллиардов. Но львиная доля ушла в федеральный центр. Сейчас крупнейшие предприятия региона пользуются механизмом консолидированных групп налогоплательщиков. Задача всех ветвей власти – поднять эту проблему на федеральном уровне, чтобы вернуть часть налогов. Ведь в ближайшие три года необходимо решить четыре социальные задачи. Увеличить зарплаты бюджетникам, ликвидировать очереди в детский сад, снять проблемы с ветким и аварийным жильем, а также создать инфраструктуру земельных участков, выделяемых многодетным семьям. И на все это потребуется до 2016 года 120 миллиардов рублей. При этом ни для кого в правительстве и законодательном собрании не секрет – с каждым годом бюджет будет становиться все сложнее. Растет государственный долг и к 2016 году он может составить 114 миллиардов. А это немногим меньше доходной части главного финансового документа региона. Вадим Куликов, Константин Жерелев, Вести Красноярск, События недели. Бюджет Красноярского края сейчас я хочу обсудить с нашим экспертом. Это заместитель председателя законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко. Алексей Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Алексей Михайлович, перед голосованием за бюджет вы сказали, что без особого удовольствия, но будете голосовать. Впервые пришлось без удовольствия давать свой голос за главный финансовый документ. Лен, извиняюсь, но можно ли в ответ вас спросить? Скажите, а вы, когда расписываетесь в получении, например, заработной платы, всегда довольны суммой? А когда вам нужно при этом оценить, хватит ли вам ее на свои желания? Конечно, все зависит от потребностей. Думаю, что большинство ваших зрителей ответят отрицательно, потому что, в принципе, возможностей потратить деньги гораздо больше, чем это самое количество денег. Поэтому, конечно, мы никогда не довольны доходной частью бюджета. Всегда хочется, чтобы она была больше. Собственно, так случилось и в этот раз, но бюджет чрезвычайно напряженный. Вы знаете, что все три предстоящие года просматриваются с постоянным увеличением государственного долга Красноярского края, с увеличением дефицита. Он достигает предельно максимального значения. Это означает напряженность и в исполнении бюджета, и в невозможности запланировать те расходы, которые были бы очень кстати краю. В этом смысле это, конечно, очень экономный бюджет. На сессии на этой неделе вы, Алексей Михайлович, предложили 2014-й на территории Красноярского края объявить годом аудита органов власти. Что вы имели в виду? Вы знаете, вам пришла речь, конечно, не только об органах власти. Знаете, когда бюджет верстался, и было понятно, что темпы роста заработной платы, которые должны соответствовать указам президента, соответствующим, темпы роста расходов края на оказание социальных льгот, социальной помощи, субсидиям по жилищно-коммунальному хозяйству и так далее. Вот эти все темпы роста социальных расходов таковы, что в принципе очень сложно свести концы с концами, установить тот самый нормальный разумный баланс между бюджетом потребления и бюджетом развития. Достаточно привести лишь одну цифру. В нынешнем бюджете заработная плата бюджетников уже составляет более 50% расходов краевого бюджета. А ведь все наши учреждения еще нужно отапливать, их нужно убирать, закупать новое оборудование и так далее. И это только функционирование. А ведь есть еще такие расходы, как помощь сельхозтоваропроизводителям, поддержка малого и среднего бизнеса и прочее, прочее, прочее. Так вот в этих условиях, конечно, у финансовых властей края было искушение поискать какие-то крупные расходы края, в которых можно было бы ужаться и вот эти высвободившиеся деньги направить на решение неотложных задач. Этого не произошло, потому что наш бюджет, как я уже сказал, достаточно сбалансирован по видам и статьям расходов. А это означает, что нам необходимо провести четкий, жесткий во многом аудит всех наших расходов. Мы должны проверить эффективность траты каждого бюджетного рубля, потому что, коль скоро мы сразу большую сумму нигде не можем найти, но потихоньку, проверяя деятельность каждого учреждения, каждого органа власти, расходы на содержание их и так далее, мы должны выявить те расходы, которые мы бы считали все вместе неэффективными и направить их туда, где необходимо осуществить в первую очередь. Спасибо, Алексей Михайлович. Спасибо вам.